Получается? Итак, вот у нас шоу-рум. Пока мебель сюда все еще не завезли. Здесь проходная, первая комната, предбальник. Здесь будет что-то вроде парковочка вначале, скорее всего, где можно будет заряжать транспортные средства. Там будет небольшая кухонька. О, еще тут спарточка стоит. Где спарта стоит, тут будет небольшая кухонька, чтобы чайку попить, морочень перекусить. А дальше здесь вот основная комната. Здесь будет переговорная, демонстрационная комната. Вот он шоу-румчик, будущий. Поставим тут какой-нибудь крупный стол, стулья, чтобы люди могли просесть, посидеть, поговорить, пообсуждать. Ну что ж. Какие-то переговорные работы. Ну да, это все же не на проходную туда идти, заказывать, да. И к людям поближе. В здании пропускной режим, поэтому выходные, к примеру, вообще невозможно кого-либо привезти. И в будние дни тоже некоторые проблемы есть приемом делегации. Поэтому здесь вот создали специальный шоу-рум. Вот так, ребята. Вот такой у нас шоу-румчик. Пока тут рабочая обстановка. Готовим к запуску, ждем мебель. Но людей уже встречают и дают покататься. Да, пока погода позволяет, даем возможность покататься желающим, попробовать технику, доставить свои впечатления, отзывы. Да. И предложения. Вот такой вид из шоу-румчика. Погода хорошая, и мы сейчас беседуем на воздухе. Да, на открытом воздухе. На воздухе. Дело в том, что он уже должен быть максимально адаптивен к нашим моторам. Хотя он должен работать с Келли, с Керписом, вот, потом с этими самыми... С СИЛКОН. С СИЛКОНами, со всеми должен работать. Ну, это значит, чтобы у людей был выбор. Возможно, выбор. Сейчас разберу вот эту запчасть. Я вообще-то рассчитываю на 300. 300 фазного, да? Да. Угу. Какие штучки интересные. Туда намного компактнее. Можно попытаться. Мне кажется, что нет велосипеда. Красиво. Красиво. Вот ты покатайся сейчас на велосипедах, знаете. Ты тогда поймешь, что это как раз... Это он через вот эту подложку охлаждается вот сюда, да? Идет, да? Да. Да. Угу. 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 А сколько их там? По 8 штук на фазу. По 8, да? Ну, 4 вверху, 4 внизу. 24, да, получается? Да. Угу. Ну, что ж, неплохо. И размерчик такой. Приятный. Сюда подается питание. Вот через вот эти вот. Передается на нижнюю плату уже к ключам. Отсюда снимается. Ну, хорошее сечение. Golden Motor Magic 2. И токи. 300 ампер. Ну, да. Да. Сейчас будет тренироваться на карбоновой раме. Классический Magic Paya 2. Проедется на нем. Рама весит всего 4,5 килограмма. Это фирма Denzel. Угу. Наши ребята в Китае делают, да? Угу. А потом вот на этом чемодане, почтовом ящике. То есть, я так понимаю, пусть пока на кошках учится, да? Не, он сейчас попробует, чтобы сопоставить. Понятно. Хотя больше эффекта. То есть, мы по большой мотору ему не доверим. Вот если он проедет на грани, а потом на этой сидит, вообще будет остыть. Понятно. Поэтому наоборот. Наоборот. Ну, давайте попробуем. Ну, кто быстрее, девушка или ты? Обогнал ее. За рулем, Алексей, из Velimastera.ru Да. Пробуем. Пробует Spartus. Однако. На этом страшно. мне очень понравился и очень хорошая мощная рекуперация очень приятно но самое главное он не срывает вот это мощнее всех тех остальных вместе взятых прямо жаривает прям седло просто рубашку так остается он хорошо вот мы ездили сейчас по краснодарскому краю конечно было бы такой аппарат нам нужен был бы там спуск подъем поворот и конечно там рекуперации и подъемы дрель мотор я надеюсь что мы сейчас выполним динограмму плана которые мы заверли что мы все таки выдадим мотор что вы собрали и мы его протестим ну и он же не надлежит вот эта конструкция это прежняя а вот эта здесь как раз система пассивного охлаждения ага и внешне внешне тут практически незаметно ну да но тут есть еще один такой недостаточек когда нам обмотчику намотали ну хоть и обмотчики да повредили изоляцию поэтому здесь пять секций вырвано как видно там они устранены здесь но тем не менее тем не менее вот при отсутствии этих пяти секций он тем не менее вперед едет дышит и работает да работает да и вот внешне никто не найдет где же здесь система пассивного охлаждения да так наверно вот она и есть нет а вон же тоже открытый вот посмотри вот на грани Жень подожди сейчас а ну наверно там стоят вентиляторы наверное которые гонят воздух туда и гоняют обратно нет ну посмотри точно так это уже охлаждение ну давайте это без системы охлаждения без системы пассивного а эта система пассивная ну на взгляд не скажешь причем это модель более поздний это было более ранее тут видно вот расширены спицы да сделано тут выводы по другому сделано ой приятном сечении провода прям ну здесь тоже они не тощие вот если обратить внимание ага уже так сделано да под болты и гайки а вот какой-то проводочек у нас заходит и там тоже заходит ну все я сдаюсь я сдаюсь и где же оно там внутри смысл в том но уже можно говорить патентная заявка подана дело в том что там не проводами вылили а сделана структура как печатная плата многословно и каждый проводок на лепесток заправился и все это распределено вот здесь по ступице и соответственно вся обмотка сразу же отдает тепло с максимальной эффективностью на ступице а вот теперь можно ставить сюда направляющий городок все что угодно можно делать орибрение и так далее поэтому мы старались мы не против идеи Чупова молодец да существующих да 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 вчера мы разрабатываем мы же можем в них заложить уже сразу максимальное количество решений которые позволяли бы минимизировать потери поэтому мы ищем эти варианты а уже что не удастся дополнительно ребята смогут там и вентиляторы поставить и все что угодно у них ну почти да 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 допилить всегда можно да да тем более место позволяет и как бы мощность тоже ну вот орибрение здесь сделал поставил так ну вот на второй аппарат поехали что такое это зверюга это классная вещь это офигенно это очень классно а ну давай еще второй есть это что-то невероятное тут включается? включить правую кнопочку да автомат еще внизу ага но три аппарата у нас и на всех на трех сейчас катается наш человек с форума ой после того даже боюсь а спасибо сколько вольт тут? 48 48 вольт ребята 48 вольт нет слов это супер скоро с Монте-Карло вернется скутер еще и на скутере можно будет потренироваться ну вот это опасно опасно здорово это очень интересно просто респект ну что шоурум начал работать можно приехать посмотреть но еще не оборудован не оборудован до конца вывеска еще не прибита это но это не умиляет достоинства этих аппаратов и этих хороших классных ребят хорошо оседлаем да оседлаем как отмен его и у и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин